Приезд бессменного депутата Государственной Думы всех созывов, включая, как мне показалось, и Новгородская Веча, Александра Петровича Починка в Магнитогорск, был обусловлен желанием указать тем магнитогорцам, которые ругали депутата за редкие визиты, как глубоко они неправы. Думает о нас Александр Петрович денно и ночно. Взлетная полоса, экология, пенсии, да мало ли о чем можно думать в перерывах между заседаниями Думы. Да и сделано немало. Например, освоено новое служебное кресло. Я боюсь, что я не выговорю вашу новую должность. Пожалуйста, повторите ее сам. Председатель подкомитета по налоговому законодательству, законодательству об аудите, бухгалтерском учете и финансовой статистике. Здесь обычно говорят «ух», да? Почему? Я уже запомнил, вы знаете. А больше того, почему удалось запомнить, потому что пришлось делать план работы и уже подготовил 9 законопроектов, причем как раз из разных таких сфер, в которых работает подкомитет. Так что уже ощутил, чем придется заниматься. Что хорошо у нас в комитете? У нас традиционно партийные распри уходят на второй план. В комитете мы занимаемся делом. Ну и к тому же, понимаете, вот мне очень многие избиратели, да практически все, все время показывают мою же программу. Вот эту программу 23. Вот ты обещал. Нас не волнует. Прошла твоя партия, не прошла твоя партия. Есть у тебя сила в думе, нет у тебя силы в думе. С кем работаешь? С кем работаешь? Как? Что? Вот ты обещал. Раз, два, три, четыре, пять и так далее 23 пункта. Давай выполняй. Значит, что делать? Ну, нужно выполнять. То, что можно сделать, надо делать. В любом случае, кто бы ни был, там, Ельцин, Зюганов, коммунисты, жириновцы, надо делать. Как говорится, страна осталась в прежних рубежах. В этом смысле, да. У селян в эти дни прошли зональные совещания, где отрабатывались тактика и стратегия будущего полевого сезона. Первый сбор был организован на юге, в селе Наровчатское. Сюда съехались главы администрации и директора акционерных обществ Агаповского, Кизильского, Нагайбакского и Верхневральского районов. И именно здесь был представлен народу в новом качестве Жаслык Куантаевич Алтынбаев. Я выступил на комитете и многие поддержали с тем, чтобы кредитование сельских товаропроизводителей производились конкретно за единицу продукции, а не просто, как это раньше было. И как можно меньше разных коммерческих структур вокруг вот этих денег были. Чтобы они были целевые, чтобы их можно было жестко проконтролировать, чтобы они шли конкретно на мясо, на молоко, значит, на зерно, на картофель, на овощи и так далее. А у кого будут ключи от Амбара? Я имею в виду, кто будет деньги распределять? Ну, распределять эти деньги, соответственно, на ту продукцию, которая будет производиться. Начинается это в России, это правительство, затем администрация в регионах. А что касается Челябинского, это администрация, департамент СССР, да? Вопрос последний, он самый главный. Измененности ваше восприятие действительности, вот когда вы уехали в Москву и работаете сейчас в Думе. То есть у вас вид изогнасты совсем другой? Ну, там вид из окна может быть немножко хуже, чем в Челябинской области. Потому что там проблемы несколько иные. Хотя я все это смотрю через проблемы Челябинской области. Для меня самое главное сегодня, и почему я здесь, в Агапово, и будем в других районах, это прежде всего агропромышленный комплекс Челябинской области. Те наказы, которые дают жители Челябинской области. Потому что говорят, вот, Великая Россия, а с чего она начинается? Она начинается с наших регионов, с Челябинской области и так далее. Поэтому жизнь наших людей, прежде всего сельских жителей, это ведь основа. С чего начинается наша государство, начинается Россия.